До срыва от голоса! С переливом! Как шиво, так у нашей деды! Протяжные, как натяжение строп парашюта! На счет 22! Все вместе! 22! Десантурия 90. За этот приличный срок русская ВДВ проявила себя и на полях Великой Отечественной, и во время войны в Афганистане, и в других вооруженных конфликтах. Героизм крылатой пехоты – факт несомненный, который признают и сами члены боевого братства, и власти всех уровней. Мы помним всех героев-десантников, которые защищали нашу страну и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время боролись с терроризмом, выполняли свой интернациональный долг. Торжества по случаю юбилея крылатой пехоты начались еще накануне праздничного дня. Так, на площади ветеранов пополнилась еще одним танком выставка военной техники. А напротив заложили сквер десантников. Его обещают благоустраивать и развивать. Участники торжеств говорят, что этот сквер пополнит места их встреч и признаются, правда, не на камеру, что в этом году их убеждали не приходить на празднование Дня ВДВ. Но, по словам десантников, это было бы предательством их принципов. Ничто не помешает крылатой гвардии встречаться. Даже коронавирус. Спасибо. Для меня разницы абсолютно никакой. День ВДВ, он есть день ВДВ. Мы бессмертны. Всегда наша сила, сила за нами. За ВДВ. За ВДВ! Поэтому все сегодня без масок? Конечно. Мы не боимся ничего. Социальную дистанцию на площади тоже мало кто соблюдал. Правда, в остальном десантура была образцом дисциплинированности. ВДВ сила настолько значительная, что для большинства гражданских 2 августа считается праздником шумным, где есть место и беспорядком, самое безобидное из которых купание в фонтанах. Но на этот раз, заверили нас, барновольские десантники, все будет честь по чести. В фонтанах купаться будете сегодня? Нет, мы не такие. У нас такой привилегии нет. Зачем это надо? Это не ВДВ. Кто купается в фонтанах, это не ВДВ. Каких-либо беспорядков и вправду не было замечено. Фонтаны десантники обходили стороной, драк не затевали. Остается надеяться, что безмасочный режим для крылатой пехоты тоже обойдется без последствий. Ведь голубым беретом, как известно, нужно быть готовыми с лету защищать свою родину. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.